План по заготовке кормов в регионе перевыполнен. Об этом шла речь на пресс-конференции в правительстве области. Как изменится региональная политика в сфере сельского хозяйства после введения санкций и что поможет раскрыть весь потенциал молочного животноводства? Иван Швецов с подробностями. Заготовка кормов в Кировской области близится к завершению на 22 августа. Корма выкошены на 95% площадей. Фактически полностью закончили первый укос Зуевский, Малмышский, Орловский, Санчурский, Слободской, Советский, Уржунский, Фаленский и Яранский районы. Неплохой урожай получился и у зерновых культур. Однако сухая и жаркая погода в начале лета немного спутала планы сельхозпроизводителей. Сегодня у растений три стадии. Зерно созревшее, зерно среднее, в одном, будем говорить так, из одного куста выросло. И вообще еще молочной спелости. Конечно, из-за этого будут потери при сортировании зерна, то есть будут отходы. Но тем не менее, сегодня 23 с лишним центнера в целом идет урожай. По выполнению плана уборки зерновых лидирует хозяйство Санчурского района, где обмолочено 65% хлебов. По абсолютному намолоту в лидерах хозяйства Куменского и Малмышского районов, где получено по 28 тысяч тонн зерна. Алексей Кослечков отметил, что в связи с санкциями у нашего региона появляется возможность реализовать инвестпроекты в области молочного животноводства, которые раньше были малорентабельны из-за обилия дешевой сельхозпродукции из Евросоюза. Санкции и условия, которые есть, они, конечно, позволят наращивать объемы производства. Потому что, с одной стороны, мы говорим, как мы молочный регион, мы могли еще увеличивать молоко, но другой вопрос. Мы не знаем, куда с ним. Это тоже один из вопросов, потому что точки сбыта от нас не очень близко. В сентябре селу будет оказана поддержка на растениеводство на общую сумму более 70 миллионов рублей. Это дополнительная помощь, которая в начале года не планировалась. Финансы будут направлены на приобретение сортовых семян и минеральных удобрений. Иван Швецов, Игорь Охотников, Вести, Кировская область.